Приветствую коллеги, с вами на связи Артур Радиатурин, и это аналитика валютных рынков от компании Тикмил. Значит, прежде чем мы начнем, хочу вам напомнить, что у нас в компании действует вот такая вот акция, называется NFP машина, точнее не акция, а конкурс. Все, что нужно сделать, это предсказать, какой будет курс евро-доллара на момент выхода отчета Non-Farm Pay Rose. Он вывод у нас в каждую пятницу получается, в первую пятницу каждого месяца. А если, собственно, угадываете, какого будет значение евро-доллара на момент релиза данного отчета, то есть возможность получить приз в 500 долларов. Естественно, ставка эта бесплатная, ничего не нужно вкладывать. Если ваш прогноз оказывается ближайшим, то вы получаете 200 долларов. Тут вот мы видим, представленная с доска почета, можно ознакомиться с теми счастливчиками, которые сделали свою ставку и оказались наиболее ближайшими к обменам курса евро-доллара. Все, что нужно сделать, это зарегистрироваться, открыть реальный счет, сделать ставку на платформе в бокс и все, и ждать, пока, собственно, выйдет отчет и что там будет с евро-долларом. Вот так вот. Значит, а мы переходим к анализу валютных рынков. Во-первых, по евро-доллару следует отметить, что в восходящей тенденции, которая у нас продолжается уже несколько месяцев, в ней сейчас нарастает усталость. Ну, во-первых, вот здесь по достижению пары 1.19 вошла она в фазу консолидации, была здесь попытка пробоя, но затем она ушла, вот, как видим, пара у нас ниже трендовой линии и не смогла закрепиться выше, осталась она у нас ниже, получается. То, что в этой тенденции нарастает усталость, это стало особенно заметно в прошлой пятницу, когда вот после релиза слабых данных по активности в производственном и непроизводственном секторе еврозоны, значит, продажи евро-доллара у нас набирали обороты, это было очень хорошо заметно в пятницу, там, действительно, были небольшие покупательские интересы, вот, чувство, вот, что вот просыпаются какие-то, так сказать, инстинкты у медведей, да, чтобы начать все борьбу тоже. Что показал индекс производственной активности, значит, самый важный момент из отчета, да, он показал, что естественно, вот это механическое восстановление активности после того, как вот начали снимать вот эти все ограничения санитарные, вот это восстановление, оно постепенно ослабевает еврозоне, и в лучшем случае сейчас оно выходит на плато, и вот в плане экономических перспектив еврозона постепенно сравнивается у нас с США. Вот, если мы посмотрим конкретно на данные, да, вот обратимся конкретно к показателям, к прогнозам, ну, заглянем, в общем, в экономический календарь. Что привлекает внимание, на что нужно обращать внимание? Значит, у нас есть сфера услуг и есть индекс активности в сфере услуг. Вот он у нас. Значит, это данные за август, и видно, что вот у нас предыдущее значение было 54,7 пункта, прогноз у нас составлял 54,5 пункта, и вот такое вот резкое отставание от прогноза, это у нас вот в августе, да, показатели за август получается. И что нужно отметить, то, что в предыдущие месяцы, вот это, получается, в июне, в июле, вот часть мая даже захватила, было кардинально другое поведение, другое поведение индексов, наоборот, у нас актуальные значения, они превышали прогнозы, то есть они были выше прогнозы, также были значительно выше прогнозы. И вот в месяц, в сочетании с августом, да, сначала вот опережение прогнозов сверху получается вначале, а затем недоставание, отставание от прогнозов снизу, это вот динамика, характерная для фазы нарастания и фазы затухания импульса. И импульс, скорее всего, это вот этот потребительский импульс в ЕС, который очень хорошо сохранился, потому что у них коронавирус не распространялся, они его смогли сохранить и продлить. Вот, в случае, это не получилось сделать. И вот здесь мы видим, как вот это нарастание импульса, которое было в первом месяце, получается, в мае, в июне, июле, когда актуальные значения опережали прогноз, сейчас у нас обратная ситуация, наоборот, у нас происходит это затухание, не происходит стабилизация, которая там, возможно, характерна для восстановления, происходит именно затухание. А затухание, оно у нас характеризуется тем, что вот склонность актуальных значений в плане отставания от прогнозных значений, оно, получается, вот растет. Это как бы подтверждает теорию о том, что действительно был именно импульс, был именно некоторый отскок, который сейчас затухает. И вот эта опережающая экономическая динамика ЕС по сравнению с другими странами, по сравнению с США, который у нас был вот в начале, после снятия локдауна, в комбинации с довольно-таки сдержанным ЕЦБ, сдержанным по сравнению с тем же ФРС, который активно обещал, что дальше будет смягчать условия. Некоторое время это был важный, очень важный драйвер роста для евро, который позволил паре у нас вырасти по ИГСу до уровня 1.19, практически достигнуть уровня 1.20. Но сейчас вот это влияние, воздействие этого фактора, да, оно постепенно сходит на нет, да, как раз таки потому, что импульс экономический начинает затухать. Вот эта опережающая динамика начинает терять, получается, ЕС ее. В понедельник что мы видим, почему, да, вот у нас рост? Ну, доллар у нас, получается, взял это, это все заслуга доллара, получается, он у нас снижается против всех основных валют, вот против валют развивающихся рынков. Как бы у нас поступили, значит, ну, появились такие новости, собственно, которые очень склонны, ну, у них большой потенциал, как бы, на рынке возродить вот оптимизм, и эти новости связаны с вакциной, с коронавирусом. В общем, Трамп у нас одобрил, точнее, выразил интерес к тому, чтобы позволить в ускоренном порядке одобрять вакцины от коронавируса, в том числе иностранного производства. Естественно, очень много политической подоплеки, да, в этом шаге есть вот политические мотивы, но в плане какие-то бонусы перед выборами, да, какие-то урывать перед электоратом, ну, показаться выгодным в свете. Но это не отменяет того факта, да, что вот так вот, если будет принято такое решение, если будет разработана процедура одобрения на сторонах вакцин, ускоренная, естественно, это приблизит дату вот этой массовой всеобщей вакцинации, приблизит дату окончания борьбы, получается, с пандемией, да, вот, и это, конечно, вот позитивный сигнал для рынков, вот, собственно, сегодня сегодня рынки у нас очень хорошо на это реагируют, за счет этого они у нас растут, но чтобы мы говорили, вот, если мы говорим о долларе, чтобы мы могли новые максимумы, новые минимумы в долларе рассматривать, дальше уход вниз, да, получается вот здесь, это будет возможно, на мой взгляд, при выполнении двух очень важных условий. Сейчас объясню, почему вот эти условия есть, они наличитуют и почему не важны. Во-первых, это условие, это сохранение позитивной динамики в экономической статистике США, это первое, да, то есть хорошие данные, которые вот продолжаются, которые получается, ну, не освебивают получается экономический импульс. И второе, это вот одновременно с первым условием, с хорошими данными у нас ФРС продолжает сохранять или усиливать вот эту глубину риторики. Продолжает говорить, что да, нужно больше смягчения, нужно политику подстраивать, получается, под экономику нас ждет еще очень много впереди трудностей, поэтому нужно смягчать политику, нужно наращивать скупку, получается, там, активов с открытого рынка. Ну, в общем, нужно смягчать кредитные условия и так далее. И если вот у нас два вот этих условий, они будут выполняться, то они, эти два условия получаются в периоде с мая по, с мая по конец июля, когда у нас вот доллар здесь активно получается снижался, у нас вот эти два условия выполнялись. Вот можно вспомнить, что вот у нас вот за все лето получается, да, вот основные экономические данные по США, в том числе это безработица, розничные продажи. Были позитивные сюрпризы, то есть они положительно отклонялись, в положительную сторону прогнозов отклонялись. То есть прогнозы ожидали одно значение, да, вот закладывали одно значение, но был вот большой позитивный сюрприз. И в то же время ФРС, ну, они у нас продолжало, получается, продолжал центральный банк настаивать на том, что нужно продолжать смягчать условия, нужно каким-то образом координировать фискально-иммунитарную политику, там такие разговоры шли. Даже, даже ФРС смог настроить рынки на ожидание того, что в сентябре ФРС объявят о долгосрочном контроле ставок. Это очень сильная мера смягчения. Вот в комбинации с тем, что есть у нас позитивные сюрпризы в экономических данных, и в то же время ФРС продолжает почему-то настаивать на снижении, на удержании низких ставок, продолжает настаивать на том, что большее смягчение, нужно больше монетарной политики, воздействие монетарной политики на экономику. Вот эта комбинация условий, она приводила к тому, что у нас возникало давление на реальную доходность. Это один из ключевых факторов привлекательности активов в США, в том числе активов фиктированной доходности типа бандов. Если по ним падает доходность, реальные перспективы по ней улучшаются, то, естественно, не выгнать держать, становятся эти бумаги, и вот есть желание их сбрасывать, искать где-то еще доходность. Это значит, получается, снижать спрос на активы, номинированные в американской валюте, собственно, снижать спрос на доллар, получается. Вот эта история с реальной доходностью, она вот здесь вот, из-за вот этой комбинации двух условий, о которых я говорю, значит, вот здесь получается эта комбинация условий надавила на доллар. Но, ну а сейчас, вот в августе, ситуация меняется. Во-первых, июльский протокол ФРС, если вы помните, значился. Четко чиновники обозначили, что не будет никакого таргетирования кривой доходности, не будут они контролировать долгосрочные процентные ставки. Почему? Потому что это сопряжено, по их мнению, с большими издержками, потому что издержки вот эти перевешивают, они позитивные последствия вот такой меры, поэтому скорее всего какую-то другую форму монетарная политика примет, ну вот в плане смещения, но это не будут вот такие радикальные меры, вот как это делает Банк Японии, именно таргетирует кривую доходность, контролирует долгосрочные ставки. Это очень сильная мера. ФРС отметил, что они от нее откажутся, ну или в ближайшем будущем не последует вот такой меры, хотя рынок это ожидал. Во-вторых, по экономическим данным США в августе у нас начали вот первые звоночки проявляться, что у нее очень хорошая началась статистика появляться по США, постепенно там импульс экономический тоже вздухает, потребительские расходы, занятость получается, растут у нас увольнения. То есть вот эта комбинация двух условий, она перестала получается соблюдаться у нас в августе после июльского протокола, после того, как ФРС более-менее не обозначил свои намерения, что не собирается агрессивно действовать, не собирается агрессивно смягчать политику. И при этом у нас с экономического фронта перестали поступать настолько позитивные новости, как это было летом, получается, в первые два месяца лет. Вот, пожалуйста, мы в итоге имеем вот такую вот стабилизацию. Вот вошла она в консолидацию. видно, что, допустим, поход вниз у нас получается к уровню 92.00, да, получается к 92 фигуре. Вот здесь видно, что не было никаких пробоев, не было никакой интенсивной попытки пробить этот уровень. Вот здесь какая-то вот консолидация у нас образовалась, да, вот снизился почему-то интерес продавцов к тому, чтобы дальше идти. Вот у нас последовала вот первая волна покупки, вторая волна покупки, да. Снова он вернулся, получается, у нас доллар вот в этот коридор, вот в эту консолидацию получается. Вот. Это, конечно, сигнал вот на фоне того, что вот меняются некоторые макрофакторы, да, о которых мы говорим, некоторые фундаментальные вещи по американской валите меняются. Нужно вот это иметь в виду, нужно вот рассматривать все происходящее, в том числе, что говорит ФРС и что у нас показывает данное, через призму двух условий. Вот эта позитивная динамика, получается, сохраняется или нет, и продолжает ли ФРС настаиваясь на смягчении, на агрессивном смягчении политики. Вот. Если рассматривать через эту призму, то можно понимать, какую сторону у нас меняется воздействие фактора вот этого реальной доходности на доллар, да, и в какую сторону, ну, можно ожидать дальнейшее движение доллара. Сейчас, как мы видим, ослабевает давление вот на доллар, как раз таки, из-за того, что эти белословия постепенно перестают соблюдаться, намного сложнее сейчас доллар будет прибираться, получается, к новым минимумам, нужно иметь в виду, так как фактор реальной доходности ослабевает. Ну, а мы же, получается, ждем симпозиума в Джексон-Холле, онлайн-конференция, она у нас намечена на четверг, это встреча банкиров, чиновников центральных банков, представителей центральных банков, на которой они будут обсуждать, как нужно, какую форму монетарная политика должна дальше принимать, вот как должна отвечать она на новые вызовы, получается, и Джереми Павлов, у него будет, получается, выступление, он также выступит вот на этой конференции, и тема конференции, тема его выступления, это будет как раз таки обзор, ну, вот того, что вот возможно произойдет с монетарной политикой, вот какие вот новые фундаментальные принципы, да, как можно пересмотреть, получается, монетарную политику, чтобы на 10 лет вперед она была актуальной, потому что ФРС собирается пересматривать у нас основы своей монетарной политики, то, как она вот преследует, то, как она вообще отвечает своими действиями на вот какие-то изменения в экономике. Некоторые базовые принципы она собирается менять. И Джереми Павлов, естественно, будет рассказывать нам об этом, и вот потенциальная реакция долл как раз таки ожидается на выступлении Джереми Павлов в четверг на конференции Jackson Hole. Вот, это все, о чем я сегодня вам хотел рассказать. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Если у вас есть какие-то мысли по поводу того, что же у нас, сможет ли у нас доллар выйти из этой консолидации, наконец-то дальше продолжить движение, также будет интересно услышать ваше мнение по этому поводу. Вот, вы можете также поставить лайк на это видео, если вам оно, собственно, понравилось. Вы так можете меня ударить. В общем, да, это все, о чем я сегодня вам хотел рассказать. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.